Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». С вами я, Александр Соловьев. Приближается праздник весны и труда. И в канун 1 мая традиционно, внимание профсоюзам, как выразителям интересов трудящихся. У нас в студии председатель профсоюза работников образования Чувашии Зинаида Степанова. Здравствуйте, Зинаида Николаевна. Добрый день, Александр. Зинаида Николаевна, скажите, пожалуйста, когда-то профсоюзы были очень массовой организацией. А сколько именно ваш профсоюз насчитывает по численности людей? Наш профсоюз один из самых крупных в Российской Федерации и профсоюз работников народного образования науки Российской Федерации. Более 4 миллионов. Это один из самых крупных профсоюзов в России и даже, по-моему, в мире. Ну а в Чувашской Республике мы представляем самую крупную общественную организацию среди всех общественных организаций профсоюзов, объединений, союзов и так далее. Профсоюз работников образования на сегодняшний день насчитывает более 27 тысяч членов профсоюзов в Чувашии. Отличается ли принцип работы профсоюзов в советское время и в наши дни? Принцип работы, наверное, не отличается. А вот условия работы совершенно другие, конечно. Советские профсоюзы это были чуть ли там ни одной из ветвей власти. Им было легче возможно работать. Но принцип работы, он всегда один. Мы стоим на страже прав и интересов работников. Тех, кто стоит, допустим, в образовании за партой, за ученическим столом, за учительским столом. Поэтому принципы работы одни и те же. Это защита прав и интересов тех, кто работает. Вот а если более конкретно, то в чем вы видите свою задачу? Ну, наша задача стоять всегда на страже законных прав, чтобы работодатель всегда соблюдал закон при взаимодействии с работниками. Работники знали свои права и обязанности, конечно же. Наша задача, чтобы условия труда были хорошие. Чтобы всегда человек приходил на достойное место работы. И за ту работу, которую он честно исполняет, получал достойную заработную плату. Вот наша основная задача. Условия труда и достойная заработная плата. Какие преимущества или привилегии получает человек, вступая в профсоюз? И если говорить о помощи работнику со стороны профсоюза, то в чем она в целом заключается? Ведь человек, вступая на работу, подписывает трудовой договор с работодателем. Ну, будь то школа, детский сад, допустим, образовательное учреждение. И трудовой договор дает право ему обговорить все условия труда. А вот объединяясь в профсоюз, профессиональный союз, вступая в профсоюз, человек получает еще и коллективную защиту. Он не один на один остается с работодателем, а есть коллективная защита в лице профсоюзной организации. Вот в этом разница. А вот работодатели относятся как к этому? То, что их работники именно входят в состав профсоюзов? И отражается ли этот факт как-то на деловых отношениях между начальником и подчиненным? Работодатель – это школа. Работодатель – это детский сад. А вы имеете в виду, наверное, руководителя, директора, заведующего. Директор, заведующий – тот же наемный работник. Он тоже член профсоюза. Поэтому, где грамотные руководители, они только за то, чтобы члены профсоюза были в их организации, и выстраивают свои отношения через коллективный договор. Вот коллективный договор, который подписывается между работниками и представителем работодателя, ну, директором, заведующим детским садом, ректором университета или института, он защищает не только работников, он защищает того же и руководителя. Руководитель, действуя в рамках коллективных договоров руководителей, они, наоборот, находятся очень в привилегированном положении. Поэтому мы всегда как бы поддерживаем и наших руководителей, которые понимают роль профсоюзов. Они сами состоят в нашем профсоюзе и поэтому тоже чувствуют нашу же коллективную защиту через наши же коллективные договора и соглашения. У нас в республике действует соглашение между Министерством образования и молодежной политики Чувашской республики и нашей республиканской организацией, где обговорено все. Какие условия труда, какая заработная плата, какие условия для аттестации, какие условия для отдыха, отпуска и так далее, и так далее. Поэтому если умный и современный руководитель, он должен быть только за профсоюз. – Вот я смотрю, у вас что-то похоже на профсоюзный билет. Скажите, пожалуйста, что он дает работодателю? – Работодателю или члену профсоюза? – Ну, члену и работодателю. – Ну, члену профсоюза. В нашем профсоюзе сегодня электронный учет членов профсоюза. Мы принимаем на электронный учет наших членов профсоюза, мы снимаем его, если он увольняется и уходит из рядов нашего профсоюза. И вот у нас есть вот такой профсоюзный билет. Он персональный, он имеет персональный номер, и здесь фамилия, имя, отчество. Вот вы можете посмотреть. Степанова Зинаида Николаевна. Наш профсоюзный билет является гарантией его прав. С этим профсоюзным билетом человек может обращаться в любую нашу профсоюзную структуру на уровне Российской Федерации и получит помощь, где бы он ни находился. Это первое. Во-вторых, имея профсоюзный билет на руках, наши члены профсоюза имеют много гарантий. В том числе, не только гарантий, особые привилегии. Наш профсоюзный билет имеет такую функцию, что с нашим профсоюзным билетом можно будет обращаться в торговые предприятия, предприятия обслуживания. И за то, что ты получаешь либо услугу, либо товар, можно будет получать еще и кэшбэк. Ну, таким образом, члены профсоюза имеют право, возможность, точнее, имеют возможность вернуть те же уплаченные им профсоюзные взносы. В виде денег обратно возвращается им. Что ж, спасибо за беседу, Зинаида Николаевна. Вы можете поздравить праздник. Ну, пользуясь случаями, я, конечно, хочу обязательно поздравить своих коллег, работников отрасли образования, с наступающим праздником, Днем Международной Солидарности Трудящихся, это все-таки международный праздник, и Днем Весны и Труда. В этом году мы, к сожалению, не можем с вами собраться вместе, не можем пройтись по улицам наших поселков и городов вместе, но Первомай – это как раз выразитель, как бы такой праздник, выразитель интересов трудящихся, где мы всегда показывали свое единство, свое содружество, свое отношение к справедливому труду. И Первомай – это день, когда мы можем выразить громко свои права на достойный труд, на достойную заработную плату. В этом году в силу ограничений, которые есть и в стране, к сожалению, и в нашей республике, все будет проходить в онлайн-режиме. И мы приглашаем всех наших членов профсоюза на нашей странице в Инстаграм, в Фейсбуке и ВКонтакте, на страницу профсоюза образования «Чувашия» и с нами провести онлайн-демонстрацию 1-го числа. Всем желаем уверенности, только вместе мы можем с вами победить и трудности, и болезни, и все проблемы. Еще раз хочу поздравить всех моих коллег, всех жителей «Чувашии» с наступающим праздником весны и труда. Спасибо большое, Зинаида Николаевна. И вам спасибо за приглашение. Напоминаю, что у нас в гостях была председатель профсоюза работников образования «Чувашии» Зинаида Степанова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok